Сразу несколько изменений на 2013 год внесены в окружную программу по обеспечению жильем молодых семей. И все они направлены на расширение возможностей получения социальной выплаты. Подробнее о них новостям нашего города рассказали в городском департаменте по имуществу. Итак, квартиры молодые семьи в этом году снова смогут приобрести не только на первичном, но и на вторичном рынке жилья. Правда, с одной оговоркой, эти квадратные метры должны быть обязательно в капитальном исполнении. Замечу, окружная жилищная программа по-прежнему ориентирована на жилье для молодежи в новостройках. Но поскольку в продаже его практически нет и строительство ведется не такими темпами, как хотелось бы, правительство Ямала уже второй раз отходит от правил. Следующее изменение, и она уже постоянно, касается молодых семей, где один из родителей не является гражданином России. Теперь они тоже имеют право участвовать в окружной жилищной программе. Единственное, расчет соцвыплаты в этом случае будет производиться по-особому. Расчет социальной выплаты для семей, где один не является гражданином Российской Федерации, будет просоведен именно только на членов семьи молодой, которые граждане Российской Федерации, без учета негражданина. Кстати, также рассчитывается соцвыплата и по федеральной программе, на которую молодые семьи, где один из родителей не гражданин России, могли рассчитывать и до сих пор. И последние изменения порадуют многодетных молодых родителей. Сейчас при формировании этих список, в первую очередь, будут вставать те, у кого три и более ребенка. В общем, это еще одна льгота для многодетных. В ноябрьске в этом году соцвыплату должны получить 47 семей, из них многодетных две. Но тем, кто не имеет такого статуса, расстраиваться не стоит. Сегодня все жилищные программы, поддерживающие молодежь, работают исправно. И все семьи выплаты получают в срок. Сейчас в НГДИ формируются списки молодых семей для получения выплаты на 2014 год. Оксана Балун, Ирина Потегина. Новости нашего города.